Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и мы продолжаем с вами беседу о работах в саду весной. Сейчас, когда сад уже обрезан, когда ветки вы вынесли, когда проведены первые профилактические защитные обработки, но сад еще не расцвел или только начинает, мало листьев, самое время заняться лечением раковых ран на наших деревьях. К сожалению, эта болезнь довольно распространена в наших садах, особенно на яблоне, которую эти болезни любят очень сильно. Среди большого разнообразия болезней коры и древесины обыкновенный рак, наверное, самый распространенный. Он проникает в растение через различные трещинки, срезы, повреждения. Почему так важно замазывать все срезы большие, которые остаются после обрезки? Почему так важно замазывать все повреждения? Дело в том, что такие срезы, которые на деревьях образуются после обрезки, они становятся воротами для инфекции. Через неповрежденную кору вредитель, болезнь внутрь растения попасть не может. Но если это все-таки происходит, на этом месте начинается отмирание коры. Отмирание коры приводит к тому, что образуется очень некрасивая, глубокая язва с наплывами по краям. Если растение очень восприимчиво, то язва развивается очень быстро. Она обхватывает ствол, обхватывает ветвь, и дерево либо засыхает, либо теряет часть кроны. Чтобы не доводить до такого состояния свой сад, при первых признаках появления рака необходимо провести лечение. Если, конечно, вы не можете удалить больную ветку без ущерба дереву. Итак, на нашем дереве, к сожалению, такая ситуация произошла. По месту небольшого среза, вовремя не замазанного, произошло образование рака. Но язва пока небольшая, и мы можем справиться с этим заболеванием, остановить его, помочь дереву, зарубцевать рану и сохранить здоровье. Что важно сделать перед тем, как начать лечение? Во-первых, вам необходимо расстелить под деревом любой плотный материал, для того, чтобы все те поврежденные кусочки коры, которые вы будете вычищать, эти веточки больные, не оставались на почве. Потом вы это все уберете и выбросите в костер. Ведь оставленные на земле больные ветки, кора, способны в течение как минимум двух лет рассеивать споры и заражать деревья вокруг. Второе. Подготовьте, пожалуйста, инструмент. Это должен быть хороший прочный садовый нож, либо любой другой универсальный нож, которому будете зачищать рану. Это дезинфицирующее средство. Переходя от одного дерева к другому, необходимо дезинфицировать инструмент любым подходящим для этого средства. Это может быть раствор спирта. Это могут быть те же самые средства, которые мы используем для дезинфекции рук. Это может быть огонь, это может быть раствор бордосской жидкости или медного купороса. Они все обладают дезинфицирующими свойствами. Готовим также материал, которым будем замазывать рану. Садовый вар, бальзам, глину. Любой из них прекрасно помогает дереву справиться с болезнью. Итак, если пораженную ветку удалить невозможно, следует рану на этой ветке зачистить, убрав все отмерзшие ткани. Раньше советовали удалить отмерзшую кору и древесину до живой и даже с захватом 5-10, некоторые 15 сантиметров. Этого делать ни в коем случае нельзя. Вы должны вычистить только мертвую ткань, только мертвую кору, стараясь не затрагивать живую зеленую, которая очень нужна растению для того, чтобы зарастить получившуюся раневую поверхность. Дело в том, что если мы захватим еще по сторонам этой язвы много живой коры, мы сделаем растению только хуже. После такой зачистки дерево с большей вероятностью засохнет, нежели выздоровеет. Поэтому аккуратненько чистым ножом удаляем только отмерзшую кору и не трогаем древесину. Она все равно отмерла и новое на нее месте не вырастет. Мы снизу расстелили пленку для того, чтобы все кусочки коры, которые мы срежем, падали на нее, а не на почву. Особенно тщательно вычищаем ту кору, на которой есть плодовые тела гриба. Они имеют вид многочисленных маленьких крупинок черного, красного, либо белого цвета. Именно они рассеивают споры, и именно их в первую очередь мы должны убрать и уничтожить. Дело в том, что вот эти грибы, которые вызывают раны, они убивают кору, но в них, в этой мертвой коре, нету их мицелия пока. Поэтому мы удаляем только мертвую, живую не трогаем. Итак, тщательно вычищаем все мертвое. Стараясь не повреждать живые ткани. Именно они будут заращивать образовавшуюся рану. Если вы где-то повредили, зацепили живую кору, ничего страшного. В дальнейшем вы продезинфицируете всю поверхность раствором бордосской жидкости, медного купороса, любым дезинфицирующим средством, включая средства для пропитки древесины. В них уже содержатся противогрибковые препараты, и они остановят развитие грибка внутри дерева. Итак, мы с вами зачистили рану. Теперь она совершенно чистая, зарастанию ничего не мешает. Мы убрали все кусочки коры. И сейчас необходимо ее продезинфицировать. В данном случае мы используем раствор медного купороса 3-5%. Он не нанесет вреда живым тканям, но вот грибок он гарантированно убьет. Можно наносить его при помощи кисти, тампона, либо опрыскивателя. Тщательно промачиваем поверхность раны. Даем какое-то время впитаться. Все, что не впиталось, необходимо промокнуть тканью. Это делается для того, чтобы замазка, которую мы будем наносить после дезинфекции, лучше держалась. Ведь чем более влажная поверхность раны, тем хуже берется к ней садовый вар. Если же вы используете глину, замазку на основе глины и коровяка, то здесь ничего страшного, просушивать не обязательно. Глина сама по себе влажная и прекрасно прилипнет к поверхности раны. Итак, мы просушили нашу ранку. Теперь нам понадобится замазка. Замазка нужна для чего? Во-первых, чтобы защитить края раны от повреждения морозами, вредителями и тем же самым раком. Во-вторых, она создает водонепроницаемую пленку, не позволяя ранее пересыхать. Создаются условия, благоприятные для зарастания. И более того, многие садовые замазки, бальзамы, вары, они содержат в себе специальные биостимулирующие вещества, которые усиливают рост коры и стимулируют зарастание раны. То есть рана такая зарастет очень быстро. Мы с вами будем использовать садовый вар для защиты наших растений. Если погода стоит прохладная, желательно вар слегка разогреть в теплом помещении, либо создать ему типа водяной бани. Чем мягче вар, тем лучше он вмазывается в поверхность раны. Если же погода теплая, то обычно разогревание дополнительного нам не потребуется. Мы тщательно с усилием втираем садовый вар во все складки, ранки на дереве. Таким образом создается надежное защитное покрытие. Чем лучше вы вотрете садовый вар, садовый бальзам, любую другую лекарственную, лечебную замазку, тем эффективнее пройдет лечение, тем легче будет дереву справиться с этой проблемой. Замазывать нужно только зачищенную поверхность и края раны. Не стоит растирать вар на десятки сантиметров вверх или вниз. От этого дереву не холодно, не жарко. А закупоривая с собой трещины на коре, такой вар на здоровой коре не очень может хорошо сказаться на ее состоянии в дальнейшем. Многие наши любители используют для лечения болезни коры древесины такой распространенный ингредиент, как отработанное машинное масло. Я категорически против его использования. Дело в том, что само по себе машинное масло, да, оно токсично для грибка, но оно же токсично и для растения. Более того, оно содержит уйму вредных примесей, которым не место в нашем саду. Поэтому используем проверенные средства, такие как садовые вары, замазки глину, глину с коровяком, либо глину, замешанную на растворе медного купороса до состояния такой пластичной консистенции. Таким образом, вы защитите ваш сад, поможете дереву выздороветь и сохранить его долгие годы в хорошем состоянии. Здоровья и процветания вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал Процветок и до новых встреч!